Сейчас переварят, да? Наличие протозойного воспаления, трофозоид, простейшие амебы. Вот мы с вами сейчас наблюдаем контакт присоски, контакт присоски с оболочкой чего? Эритроцита. Вот я сканирую сейчас. Она своей вот этой присосочкой что делает? Растворяет оболочку эритроцита и забирает железо. Растворяет оболочку эритроцита, забирает железо. Поэтому сколько себя этот человечек знает, это слабость и усталость. Это интоксикация на мозг и невозможность освоить то, что хотелось бы. Хочется все в этом мире сделать, но сил никаких нет. Сил нет, это анемия хронической болезни, обусловленная попаданием простейших бактерий в плазму крови. В результате образуется анемия разной диаметры формы эритроцита, которая приводит к нарушению доставки кислорода к тканям и мышцам. Поэтому ткани и мышцы находятся в состоянии слабости, усталости. Если к этому еще добавляется кандида, дрожжевой грипп. Так вот опять мы еще одну нашли. Видите, я плыву и опять. Это эритроцит. Биохимический анализатор считает эту даму эритроцитом. Место контакта у нас какое сейчас идет? Видимо еще не успела здесь, потому что мы не видим дефекта здесь где? В эритроците, да? Вот у нас такой получается интересный компон, господа присяжные, да? А с этой темой все можем увидеть микроскоп. И вот еще интересный экземпляр, который сейчас нам привет передает, да? Вот мы его нашли. Можно считать это эритроцитом, который с носиком, да? А можно считать это трофозоидом простейший. Трофозоид простейший, который у нас отрабатывает сейчас свое питание в виде повреждения оболочки эритроцита и захвата оттуда железа. Часто хроническая слабость и усталость обусловлена анемией, хронической болезни за счет того, что мы не можем победить своей желчью вот этих ребят. Тут вот рядышком к ней подходят бактерии. Вот сейчас они вместе поговорят друг с другом. И возможно, это трофозоид простейший скушает эту бактерию. Они тут с друг другом борются за пространство и за питание. Наша задача – это ежедневные обязательные мероприятия. Убираем застой желчи в диафрагмальном дыхании, восстанавливаем работу лимфатической системы. Это лимфатический массаж, в том числе и висцеральный, для того, чтобы можно было отрегулировать их численность. Когда мы достаем до места боли в животе, мы с вами убираем дырку, которая сделала этот трофозоид, чтобы у нас эта дама попала в кровь. Потому что основное место жительства ее и место жительства ее родителей – это наш кишечник. Регулируется она желчью. Если желчи не хватает, то и родители размножаются, и детки, пожалуйста, попадают в кровь. И анемия идет многие лета. Поэтому надо заниматься собой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!